Всем привет! Мы продолжаем проходить не на коне, я хотел сделать небольшое лирическое отступление. Во-первых, я понял, что если у наших ребят поменять порядок вот этих вот фамильяров, то они будут вызывать в первую очередь того, кто первый. И во-вторых, я решил всех наловить, хотел сказать вам, что у нас кот получил уровень, но тут же на меня кто-то сагрился, и тут же, смотрите, механчик в нас влюбился. Отлично! Такой шанс мы упускать не будем, давайте его приручаем. А то это нефиг. Ну, все, наконец-то, первое существо наше стало. Как здорово, что я смог это показать. Давайте споем песню на лечение, например. И вызовем банан. Кстати, банан прикольно, он вот своей крутящейся атакой сразу задевает кучу врагов, и это нормально, особенно в скоплениях. Вот, я хочу показать вам еще, как мы с вами проапгрейдим котика, и дальше, видимо, буду гриндить. Да, механчик обязательно останется с нами, его будут звать зубчик, клин, защепка, гайка. Не, зубчик, отлично. Да, посмотрим вообще, кто он, чьих будет. Робот. А робот свейн. Ну, мы его так долго ловили, конечно. Но, не, у свейна мне нравится пока набор его. Да? Да. А, лады. А, да. Собственно говоря, что я хотел показать-то. Кота. Кота мы с вами... Я его, кстати, тут еще покормил, получается, и он у нас стал чуть круче. Итак, котик у нас получит большой лунный леденец. Нет. А, правильно, он получит лунный леденец. Все путаю. И станет котом-карманником. Да. Я надеюсь, что это нам как-то поможет. Котей. Кот конкретно задумался. О, старый мне нравился больше, если честно. Вот. А теперь я продолжу грандить. И увидимся мы с вами чуть попозже. Ух, ну и, знаете, очень быстро нам попался большой робот. Ха. Прикольно. Женщинник наш. Роботы вроде это как по свину. Но у свина уже есть плитан, который основной вот он. Поэтому не знаю, будем ли мы его вообще в пати держать. Да. Посмотрим жестик банка оловяк консерва. Жойстик. Помните, диджей Жойстик был. Ну, если не слышали, то вам повезло. Эй. Эй. Как удалить? Удалить. Да. Жойстик. Ну, и нам остался последний маленький робот. О. И, наконец-то, топоробот готов к нам присоединиться. Ура. Давайте, давайте же споем ему серенаду, пока его никто не грохнул. Фу. Это было долго. Это было очень-очень долго. Хе-хе-хе. Очень долго грандил и не готов сейчас даже идти сдавать этот квест. Поэтому давайте сейчас будет склеечка. Для вас ничего не пройдет, а для меня пройдет хотя бы день. Фу. Уф. Ну, я пришел в себя, и мы можем продолжать. На самом деле, вот что я подумал. Там, видите, шахта, и перед ней что-то светилось. Поэтому давайте, может, сразу... Ну, я так подозреваю, что это дневник того растеряхи. Ну, хотя, когда за тобой гонятся монстры, в принципе, можно понять. Предлагаю его поднять, если это действительно он. Уходи. Уже в сражении просто не хочется, если честно. Да, он же. Сталь. Блин. Нет, не то. Не то, не то, не то. Ладно. На путях возле шахты. Ну, тогда поищем сразу дневник. И потом, может быть, сходим с вами в гору. Там, я думаю, тоже есть вариант что-нибудь собрать. А вот там не шахта? Не, не шахта вроде. Вот тут. Там еще какая-то шахта. В общем, чего-чего, а шахт здесь, конечно, хватает. Я надеюсь, что она-то где-то не очень далеко потерял все-таки. А? А здесь? Он же мог здесь, наверное, остановиться. Хотя здесь какие-то все разрушенные строения. Так, это Хнык нам про чемпионат Солезе говорит. Где еще есть шахты? Да что ж такое-то? Ну, видимо, придется потыкаться в них все. О, саморез. Отлично. Отлично. Именно за этим я сюда, можно сказать, и приходил. Не мог же он вот там по мосту пройти вот в эту совершенно жуткое место? А? Или мог? Я просто высоты дико боюсь. Поэтому, если дядька сюда зашел, он, конечно, сумасшедший. Смотри, мистер Хнык, это же дневник того господина. О чем он только думал, шляясь по таким местам. Как удачно, что мы нашли его, да? Скорее, вернем его хозяину. Ох. И дневник у нас. Долго искать не пришлось. Ну, давайте с вами, наверное, отправимся. Мы же можем... Во. Альбрус. Там просто охота за головами. На полпути к вершине. Правильно? Вроде бы, да. Ну, заходим, видимо. Где-нибудь у нас что-нибудь отмечено. Да, слушайте, реально, на полпути к вершине. Но, в теории, все вот эти зверушки должны от нас тут разбегаться, я хотел сказать. Но нет. Почему-то не сегодня. Причем, ну, с двух ударов же все подохнет тут. Раз и два. Ну, трех. И все-таки. Агрессивные, ладно. Ну, звери себя ведут как звери. То есть, что-то более разумное от нас убегает, звери на нас нападают. При том, что эти нападения зверя особо нам уже ничего не приносят. Ну, кроме как небольшого количества опыта, который не столь, наверное, актуален уже. Ну, то есть, он актуален, но гораздо больше количества. Да что ж ты будешь делать? Сейчас, если еще они оба нам скажут, типа, лови нас, мы будем твоими напарниками, это будет вообще издевательство. Сколько я тогда на них охотился? Это ж, ну, просто невозможно. Нет, нет. Ну, я не знаю, к счастью или нет, но они у нас есть, если что, в любом случае. Так, пока никого. Просто еще я слежу все же за максимальными уровнями, потому что с мышью тогда неловко получилось. Могли бы гораздо раньше все это освоить. Ну, да ладно. Дойдем до половины вершины, но эти штуки, вот хотя бы эта штука в памперсе. А, да. Да, он сматывается. Вообще, японцы любят всякую несосветную дичь, я хотел сказать. Ну, то есть, вот этот вот монстр в памперсе, это странно очень. Очень странно. Ай. Ну, да, нас не сильно повредили. Я думаю, даже Оля может своей палочкой его нормально так нахлобучить. Да. Что Оля, кстати, успешно и делает. Вот, то есть, у них периодически какие-то образы прям непередаваемые. Сюда? Сюда. И налево. Чтобы лишний раз не открывать миникарту, уже стоит запомнить. Вон он там, блестит родимый. Тих, тих, тих. А, что за местная флора и фауна? Чем я им не угодил? Это из-за того, что я на вас тогда охотился, как будто это, как будто пытался всю популяцию вырезать. Ну, так вы сами не хотели ко мне идти. Часто, чтобы мне мстить. Ладно. А рубака выглядит довольно-таки эпично. В финальной своей форме. Жалко, что у нас рубака не идеальна. Ну, в том плане, что... Это... Мы его метаморфозили на самых первых уровнях доступности его метаморфозы. Так, привидения тоже, наверное... Сами в него врезались. Вот нелепость. Ну, битва быстрая, поэтому я даже времени тратить на то, чтобы их вырезать не буду. Да, ну, смотрите, когда у нас сразу выходит вот этот вот бабан. И... Коротигренок у нас просто бой в лед. У нас бои практически мгновенные стали. Это здорово. Так. Где же эта штука? Но... И эта штука на нас напала. А, или это все же был гриф. Вот этот... Гриф. Ладно. Рубаку вырежи сразу, бесят. Чтобы она нам не мешалась. О! Ну, короче, быстро. Мэй проходит быстро. О, и котик получает уровень. Кстати, он каким-то образом обгоняет рубаку. Странно. Ну, то есть, казалось бы. Это кто? А, ой. Да что за... Фу. У меня слов нет. Ну, после того, как я долго грандил, меня уже, конечно, бои не смущают. Воу-воу-воу. Это там на 136. Вот этот вот кактус фигач. Я боюсь его финальной формы. О, и рубак 17-го. О, а мы уже с ней сражались же. Мы уже с ней сражались. Что за мной? Ну, будем разбираться. Давайте в этот раз котик сходит, посражается. А, то котика мы обделяем несправедливо. А, у рубаки, кстати, закончилось место для приемов. И мне пришлось от одного приема отказаться, чтобы освободить место. Представьте себе. А, это брюходер у него. Все. Ну, клювый прием. Я его, видимо, менять не буду. Какое-то время. Ну, мадама. Ой. Давайте тогда покажем, кстати, прием рубаки. У него это руби и жги. Стоит 32 маны. Жук. А, наносит урона, как, на самом деле, одна автоатака. Ну, цикл автоатак, ладно. Вот, но, может, если враг будет слаб к этому, что-то изменится. Блин, а Платан по единичке по двойке бьет. Ну, ребят, не серьезно. Почему-то среднего персонажа они почти не используют, кстати. Все. Тетка из магмы упала. Фу. Ну, это не было каким-то прям испытанием. Хоть опыта дали нормально. Типи. Коротигр. Нет. А, здесь где-нибудь есть подлечиться? Да, давайте тогда до камня подойдем, если на нас опять никто не нападет. Но возле камня обычно спокойно. Ну, и самое время отправляться. Ай, мы не можем отсюда путешествовать. Ладно, встретимся, в общем, в Гаммелине. Ну, как я вам и обещал, мы встречаемся в Гаммелине. И сразу Дарвин. И сразу Дарвин. Дарвин. На мгновение оказался поглощен вопросами слишком многогранными, чтобы их объяснять. Пожалуйста, прими это за свой вклад в науку. О, ну, маленькие леденцы, конечно, так себе награда, друг. Не находишь? И давайте оставим этих ребят здесь. Использовать мы их, наверное, не будем особо. Пусть сидят там и тусят. В свою очередь. До шустрого стрижа дойдем? И я бы зашел, посмотрел, что у нас в магазине провиант продается у совушки. А вдруг там есть какая-нибудь вкусная хавка. Здравствуй, бабуля. Во-первых, нам нужно кофе. 800. 800. А все остальное довольно-таки базовое. Кофе у них, блин, дороже, чем в Старбаксе. Несправедливо. Ну, окей. Тогда... Тогда, тогда что? Тогда дойдем с вами до вот этого вот... Шустрого стрижа. Вспомните. И получим заслуженную-таки награду. Награду за охоту. Да? Так. О, и карточка у нас набралась. А сколько у нас карточек? О, три карточки. Позволяет покупать товар в лавках по сниженной цене. Снижает стоимость продолжения. Но, видимо, вот это. Страх сердца врагов. Чтобы враги оставляли больше после себя вещей. Какие-нибудь охоты есть? Огненный великан. В дымных горах у подножия Альбрус объявился огромный монстр. Да. Броня из чистой стали. Да черт, мы ее уже купили. Ну, а давайте тогда тянуть не будем. И сразу туда и отправимся. У подножия Альбруса. Посмотрим на него. А, совсем рядом. Я надеюсь, опять же, вся местная флора и фауна не будет на нас активно кидаться. Нет. На урок они свой усвоили. Оу. Я сохранюсь быстренько. И попытаемся с вами к этой штуке подкрасться. А, мне же не подкрасться. Быстро, быстро, быстро. Да. Один бой отменяет другой, к счастью. Огненный огар. Огар. Ну, попробуем рубакой, например. Хотя тут нужен кто-то, кто может его водой пролить, наверное. Уф. Крепкая штука. Ну, у нас, кстати, до Максы хорошо вливается. То есть, мы должны его прямо рубать и рубать и рубать. Эй, а все в атаку не хотите пойти? А то там опять этот платан бегает. Как-то меня смущает. А все в защиту. Нас поставят в защиту? Просто это было бы очень удобно. Я вот так до сих пор, кстати, и не разобрался. Ох. Ну, давайте, ребят. В общем, все свелось к тому, что мы его просто валим и все. А, рубака, рубака, рубака сейчас улетит. Давайте кот выйдет. Благо кот у нас умеет. Блин. Крепкий. Крепкий, однако. Но все равно, да. Потому что мы его бьем. Тихо пойми чем. Ладно. Тоже верно. Давайте добивать уже. Фух. Ну, прям огромных проблем он нам не доставил. Но немножко напрячься заставил. И давайте, наверное, мы зайдем в шустрый страж Аль-Мумуна, потому что там еще у стражника на входе можно было забрать благодетель вроде как. Да. Текст уже был. Мы его видели. Э. От сердца. А у кого-нибудь здесь еще добродетели есть? Селок не помню. А, у нас вообще никаких нет, поэтому... Где нам храбрости найти, а? У нас висит это ощущение такое любопытное. И я чувствую прохладу невероятно. Ммм. Ладно, я на всякий случай зайду во вторую часть города. Если там у кого-то есть благодетели, тоже было бы неплохо их при кармане. А, и шустрый стриж, естественно. Ну что, давай сюда награду нам. О! Фу, броня из чистой стали и полторы тысячи гульного. Нам этого хватит на две чашки кофе. Обалдеть. Ладно. Кто-нибудь у нас ее еще может носить? А, так, где у нас команда? Экипировка. Нет. А, ну вот. Броняного хрюнца. А вот это... Она покруче. Но при этом у нас... Точно сильно упадет. Давайте не будем. Не очень хорошая идея. Может, квесты обновились? Блин. По слухам, лесные жители с юго-западной части берега обломков. Где этот берег обломков? Ума не прилагает. Ну, просто сейчас начинать основной квест? Как-то будет не с руки, наверное. Хотя, пора же, наверное, да? Мы можем с вами отправиться, например, к острову эльфов. Там сесть на корабль. И на этом корабле... Да, здесь ни у кого ничего нет. И на этом корабле попытаться найти что-то. Да? Просто от эльфов до корабля ближе всего идти. Мысль единственная. Кстати, корабль по чудесным волшебным мановениям как-то путешествует вместе с нами. Хм. Ну и ладно. Я не против. Это удобно. Так. Корабль. И попробуем... Ух ты. А нам с вами, на самом деле, плыть и плыть к этому... К главному пирату? Хм. Хм. Ну, посмотрим, что там за жители какого-то острова. Может, это вот эти вот два острова непонятных? Я же думаю, что морские твари на нас нападать особо не будут. Жалко, корабль прыгать не умеет. Я бы и кораблем прыгал. Или все-таки... Я никого не вижу просто. Вот, беда в этом. Но вдруг... Там крабик был, помните, раньше. Эмм... Так. Кто-нибудь, кто-нибудь. Ну, кстати, никого здесь нет. Мы, конечно, высадимся. Попытаемся вот этот лесок прошурстить. Прошурстить. Короче, осмотреть. Но... Никого. Остров же, да? Там написано было остров. Лесные жители с юго-западной части берега Обломка. А, берег Обломка. Ну, лады. Берег так берег. Значит, скорее всего, это вот там. Берег Обломков. Наверное, вот. Обломки. Я так назову, что да... Берег Обломков возле Обломков. Ммм. Тривиальненько. Мы кого-нибудь здесь можем крутого наловить, а? Ну, раз уж мы сюда зашли, то почему бы и нет. Ой. Тигренок на нас сам напал. Заметьте. Злопавлин. Ну, а может их уже и ловить сразу? Причем это десант тигренок. Это уже, по-моему... А, нет, у нас тоже десантура. Эй. Ой, Оля упал. А, так. Как мы этого добились? И почему здесь такие нифига себе твари? Вот это вот поворот. А, песни. Давайте лечиться. Мы успеем? О, мы успели. Там свинь, кстати, со своей этой штукой бегает. Припас. Попробуем, может быть, оживить Олли? Киров феникса. Две штуки. Обидно просто тратить его. Черт возьми, где... Эй. Эй-эй-эй. Песни. Мотивчик. На себя. Блин, ничего себе. Ничего себе. Ничего себе здесь штуки такие. Припасы. А, ладно. Тогда уже Оле не будем ничего будить. Попробуем что-нибудь сожрать. Давайте свина подкормим. Ага. Свина подкормили. Теперь мне жалко просто кофе тратить. О, Эстер уснула. И они все на нее летят. Свинь, давай в атаку, а? Не страдай фигней. Ой. Ой. Ой-ой-ой. О. Ловим. Мы успеем? Она... Сиренада. Ничего себе. Злопавлин. Я так полагаю, это как раз таки вот та штука, которую мы взяли, но прокачена. Да? Планетный кристалл. Вообще, я не ожидал, что здесь будет так жестоко. Злопавлик. Надутик. Хандрюк. Запаль. Ну, злопавлик. Да. И давайте-ка тогда Эстер его и вручим. Он явно заменяет нам вот этого. 85. А, ну он ниже уровнем, естественно. Тогда вот с тебя надо снять снаряжение все. И отдать вот этому чувачку. Вот. А, я тем временем буду массово лечиться. А, Оливер получил уровень. Вот что-то радует. Вообще, что это за нафиг? Такой теплый прием. Я на всякий случай сохранился. Ничего себе, у них тут нравы. Местные жители, должно быть крепкие, ребята. А здесь что? А, во. Смотрите, а кролик от нас убегает. А, на этом камне какие-то надписи. Интересно, что тут сказано? А мы можем как-нибудь какой-то язык духов? Омоложение. Прорыв времени. Прорыв времени мы же можем только один раз использовать. Зачем нам оставлять заклинание, которое с юго-западной части? Ну, вот это вот, скорее всего, юго-западная часть. Где здесь? О! Нам сейчас втащат, чувствую. Я сейчас чувствую, нам сейчас втащат так, что мало не покажется. Давайте, наверное, Оливер тогда выпустит свою кракозябру. А, потому что она у нее самая крепкая. Она, правда, не бьет нифига. Ой. А, ядовитый укол. Вот. Просто беда в том, что у Оли все эволюционировали. И получается, что теперь он немножко слабое звено на какое-то время. Хотя нам просто тут наносит дофига урона. Вот дофига. Даже вот этот желтый початочник, это какой-то ад из рая. Честное слово. Ну, это юго-западная часть. Ничего не могу сказать. Хм. Ладно, ну хоть опыта дают навалом. Но. Что за жесть такая? А, стоп, юго-запад. Я на восток пошел. У меня путать. А вот этот удирает от нас. Какие-то странные ребята. Ладно. Я все равно буду сохраняться регулярно. Потому что мне все это не нравится. Они на нас нападают сами. Оф, мифический тюрбан. Эм, так. Ну, ладно. Фусяка. А что он может? А, он может перекатить поле. Бум. Но даже это особо на них не заходит. Благо там бананы. Просто. А-а-а. Вы видите это, да? Оливер. Выходи и лечись. Обалдеть тюрбану. Просто обалдеть. А, почему у нас такой не используется? А, всем достается. Ребята, все в атаку. Да, стену пламени надо кому-то срочно изучить, видимо. А, ну, Рубака, ты справишься. Давай. Ты же к огню устойчив. Трэндец. Трэндец. Ага. Ну, опыта дают, конечно, валом. Но он прям... Ну, мы его прям зарабатываем с вами. Знаете что? Я, пожалуй, сяду на корабль. И ну его нафиг. Мы сюда еще успеем зайти, если что. Причем, кто-то от нас удирает, а кто-то нет. Кто-то не боится вообще. А где-нибудь здесь? Но, явно, место вот с обломками, это тут. Теперь понятно, почему этот квест стоил 5 этих. 5 печатей. Ладно, знаете, я посмотрел на время и думаю, что, наверное, мы можем даже закругляться с вами. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову, Максиму, Ваваеву, Мише, Фомину и Зуклике за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну и вам всем огромное спасибо. В следующем эпизоде отправимся на поиски вот этого Капитана Небесных Пиратов. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо, пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok